За последние годы специалистами выявлено несколько десятков новых вредителей зелёных насаждений. Так только в прошлом году от самшитовой огнёвки пострадали многие реликтовые растения. Немало ущерба принесла и американская белая бабочка. Метод борьбы с этими насекомыми уже найден. Тем не менее, окончательно истребить поедателей растений не так просто. Вот уже четвёртую неделю сочинские самшиты страдают от своего вредителя. Исходя из наших климатических условий и исходя из того, что первое поколение уже практически подходит развитию первого поколения к концу, мы можем ожидать здесь и четыре поколения. Поэтому вы сами понимаете, что она сначала поест в марте, потом она поест в мае, потом она поест в июле. Но и к августу, я боюсь, уже и самшитов может не остаться. Тем более, существует достаточно серьёзная опасность того, что может быть повреждён. И она повреждает самшит колхидский, эндемик наших лесов. И, конечно, здесь мы бьём тревогу. Чтобы город и дальше славился красотой своих лесов, садов и парков, агрономы и собственники хозяйств должны уметь вовремя распознавать причину ослабления растений и принимать соответствующие меры. Кроме того, необходимо проводить постоянный мониторинг за насаждениями, привезёнными из-за границы, так как в посадочных материалах могут быть новые организмы, способные разрушить не одно растение. Например, средиземноморская плодовая муха представляет опасность для более чем 70 видов насаждений. Впервые это африканское насекомое было найдено агрономами в Сочи 4 года назад. Побороть этого вредителя удалось, но контроль за его размножением, как и других подобных организмов, владельцы хозяйств продолжают вести. За сохранностью растений наблюдает и городское управление по охране окружающей среды и лесопарковому хозяйству. У нас есть специалисты, которые непосредственно выезжают на место, и если растения погибают, допустим, не от механических воздействий, а именно непосредственно от действия болезни вредителей, то это действительно накладываться будет административный штраф, так как в период Олимпиады мы особо никого не трогали. В этом году мы очень плотную и серьёзно начинаем этим заниматься, потому что город у нас уже начинает переходить в мировой масштаб. Ответственные лица, ведущие контроль за состоянием зелёных насаждений, есть в каждом районе города. Позаботиться о жизни растений должны и сочинцы, но предпринимать самостоятельно какие-либо действия не следует. Необходимо обратиться к специалистам, которые посоветуют, какие препараты можно использовать. Ведь в курортной зоне разрешена обработка не всеми видами так называемых инсектицидов.